Всем привет, меня зовут Александр Смолер, я пилот программы SMP Racing. Сейчас отвечу на несколько вопросов, пока сам не знаю каких, поэтому ни вы, ни я не знаю, чего ожидать. Поэтому давайте сейчас узнаем. Помешаю немного. Поехали. Кто был твоим кумиром в автоспорте в детстве? Я про автоспорт узнал, если честно, довольно поздно, относительно, наверное, всех, даже пилотов, там, Формулы-1. Я вообще Формулу начал смотреть, наверное, в году 2015, Хэмилтон доминировал с Росбергом. Поэтому, да, на тот момент это был, конечно, наверное, и до сих пор это Льюис Хэмилтон, один из самых крутых гонщиков в F1. Поэтому для меня он, конечно же, кумир, хоть не совсем с детства, но я уже давно за него болею. Смотришь ли ты другие виды спорта? За какие команды болеешь? Самое главное, наверное, за киберспортом. Сейчас сложно, наверное, не следить. Начиная, там, от Counter-Strike, всеми известного, там, заканчивая даже киберспортом в плане 7-рейсинга. Этим же, там, AssettoCrossing Impressione или iRacing. Также я теннисом увлекался. Я даже теннисом до сих пор смотрю, но и сам занимался теннисом. Единственное, что довольно болезненно иногда заканчивалось, и было тяжело совмещать гонки и теннис, поэтому пришлось закончить. Но, да, вот киберспорт, на самом деле любые команды из СНГ, я вот, лишь бы это было СНГ. То есть, да, если какие-то есть борьба между командами из Европы, из Америки, я всегда болею, если здесь есть команда конкретно из СНГ, я всегда за наших ребят болею. Коллаб мечты на Twitch, он с кем? Ланда Норрис, да, он занимается, в принципе, на Twitch тем же самым, чем я, поэтому... Только он, конечно же, в разы, в разы больше, поэтому коллаб с ним было бы классно. Из русскоязычных, ну, на самом деле, много ребят, даже не из тусовки сим-рейсингской, грубо говоря, там тот же... Вот у нас с Мелом, у нас мой канал так начинает все больше и больше быть связанным с Мелом. Оказывается, у него фамилия Смолер, а не Смоляр, как я думал. Очень много ребят, с кем я бы хотел заколлабиться, было бы классно. Если бы ты не был пилотом, кем бы ты хотел быть? Пилотом, но не машины-самолеты, да, но такое дело, нужно учиться очень упорно и очень много времени этому уделять. Сейчас, конечно же, с гонками не получается столько времени уделять учебе. Хотел бы быть пилотом, но на данный момент считаю то, что все равно нужно, ну, хотел бы быть связанным с гонками. В любом случае, быть тем же самым коучем, ну, или тренером, проще говоря, или вообще построить, создать свою команду и быть как владельцем, и директором, и менеджером в одно и то же время. Ну, в общем, свою команду было бы классно создать, я думаю, это очень интересно. Твой любимый номер, под которым ты бы хотел выступать? Это был десятый номер до, наверное, момента картинга, потому что в картинге ты еще мог выбирать свой номер. В начале сезона ты, допустим, подавал там заявку и говорил, там, я хочу, там, десятый номер, к примеру. Тебе говорят, хорошо, десятый номер свободен, без проблем. Сейчас уже нет такой возможности, сейчас номера привязаны к командам. К примеру, Формула-1 можно выбирать номера, если они, естественно, свободны. Но Формула-4, Формула-3, Формула-2 есть команды, они в основном распределены по результатам предыдущего сезона командного зачета. То есть, если это первая команда в командном зачете, соответственно, у них номера, там, первый, второй, третий. Естественно, ты внутри команды можешь выбрать номер. Но это для меня всегда, у меня отец бывший гонщик, и он всегда ездил под десятым номером, и вот так вот, семейный, наверное, номер. Я всегда хотел выступать под этим номером, но, естественно, не всегда была возможность. Хэмминтон или Ферстеппин. Здесь, наверное, да, я уже раньше сказал, что я болею за Хэмминтон, мой кумир. Но, честно скажу, немножко надоело, немножко устал. Хэмминтон выигрывает, 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 уже столько титулов выиграл. Естественно, он быстрый пилот, один из самых быстрых, но хочется борьбы. И на самом деле я не скажу то, что я выбираю кого-то из них, для меня борьба. То есть до тех пор, пока это борьба в чемпионате до Абу-Даби, да, до последнего этапа. Все, я вот лишь бы за это. Кто дальше выиграет, кто выиграет на последнем этапе, для меня не принципиально, на самом деле. Према в младших формулах. Гарантия успеха? Не гарантия, но шансы, шансы увеличиваются. Я, наверное, так кратко отвечу на этот вопрос. Ты попал на необитаемый остров, можешь связать с собой одного пилота F1, кого берешь? Наверное, Риккярда, да, там будет на острове довольно скучно. Риккярда парень веселый, может, пара шуток мне расскажет, будет весело, наберусь у него еще чего-нибудь. Ананасы на пицце, да или нет? Нет, точно нет. Что угодно на пицце, но только не ананасы. Это я не понимаю. Хотя знаю, у меня много знакомых, которые едят пиццу с ананасами, но осуждать их, конечно же, не буду за это. Какой этап в этом сезоне запомнился больше всех? Сочи. В плане, если в целом брать весь этап, это Сочи. Естественно, в России, там российские болельщики. Для меня это было что-то. Хоть у меня и не получилось, да, там далеко не получилось показать свой максимальный результат. Это был самый худший этап за весь сезон. Но в любом случае, то чувство, когда ты проезжаешь гонку и после финиша ты едешь, вот, круг возвращения в пидстоп. Ты едешь медленно, двигатель не такой громкий, ты начинаешь, там, лавливать звуки, там, на трибунах и так далее. Ты слышишь, как люди за тебя действительно болеют, там, кричат твое имя. Это, блин, это очень круто. И хоть очень обидно, что у меня не получилось послушать это на подиуме, но это было очень круто. Это очень классные эмоции. Мафия или GTA? Мафия, да, 100% Мафия. Недавно играл в Мафию, мне очень сильно понравилось. Хоть и только одна часть, их всего три, но мне только первая понравилась. Но Мафия однозначно. Какая гоночная аркада лучшая в истории? Need for Speed 100% это история. Это как та же GTA, тот же Counter-Strike, но больше про гонки, уличные гонки. Need for Speed, да, можно, но это конкретно аркада. Это есть, мы вот говорим только про аркады, это, естественно, Need for Speed. Не все его, наверное, серии хорошие, но это Need for Speed 100%. Так, я вопрос пропущу, пожалуй. Так, идем дальше. Что предпочитаешь, YouTube, Instagram, Twitch или TikTok? Если выбирать YouTube или Twitch, точно YouTube, но... Ой, точно, точно Twitch, извиняюсь. Но это что касается прямых трансляций, да? Twitch для меня в плане прямых трансляций идеальный вариант. Инстаграм, если делать какой-то контент, какие-то нарезки, отдельные видосы, обзоры и так далее, то YouTube, конечно же, идеальная платформа. Инстаграм, не знаю, я никогда не стремился делать такой контент. Для меня не было какой-то задачи, никогда не получал от него удовольствие, поэтому я сижу в Инстаграме постоянно, в TikTok даже иногда, но делать видосы я бы не стал. Поэтому в плане посмотреть какие-то маленькие видосы, какие-то фотографии, вообще следить за жизнью людей, Инстаграм в этом плане, конечно, для меня более лучший вариант. Можешь показать на телефоне последнее фото, которое ты сделал? Да, вот. Я сфотографировал камеру, но я просто ходил в Инстаграм, уже не успел, слава богу, там ничего не было. Такого плохого еще нельзя показывать. Кошки или собаки? Не знаю, у меня в семье очень много животных, у меня сестра прям любит животных, там, если на улице есть какая-то бездомная собака или кошка, надо прям сестру уводить однозначно, потому что он постоянно хочет их взять домой. Но сейчас я уже живу один, и, естественно, я очень часто в разъездах, там, по другим странам и так далее, поэтому животное себе позволить не могу, но тяжело сказать, наверное, от настроения. Я больше на кота похож, да, я больше такой дома посидеть, поэтому, наверное, кошки больше. Отдых к семье или тусовка с друзьями? А, с семьей очень редко вижусь, поэтому с семьей однозначно, потому что у меня семья, у меня отец на Сахалине, в общем, мы все очень далеко друг от друга, поэтому для меня сейчас в приоритете, конечно, я бы с семьей лучше время провел. Какая последняя песня, к которой ты добавил в свой плейлист? В общем, это у Гонфлада вышел новый альбом, там, просто песня так называется, наверное, я не буду говорить, но, в общем, у Гонфлада есть пару песен, я добавил, там, вот, ну, она была классная. Как бы ты оценил свой прошедший сезон в F3? Относительно неудачным, но в то же время было очень много позитивных моментов, да, то есть если мы берем, много кто говорит, шестое место в личном зачете в таком чемпионате, это классно, это нормально, ну, это хороший результат. Да, но можно было гораздо лучше, то есть, да, у меня была скорость, и просто в некоторых моментах действительно не люблю я, там, скидывать все на неудачу, это прям, это, наверное, не удел неудачников, но, не знаю, действительно в некоторых моментах, да, как-то что-то складывалось, что было очень тяжело показать результат, как-то, о, отличный вопрос, чтобы закончить. Какая твоя любимая трасса? По, есть такая, это не трасса, это город, во Франции город По небольшой, я выступал там в 18-м году, сейчас там уже, там, наверное, Twingo Cup, или, в общем, вот эти вот машины на маленьких, Renault, они там, наверное, проводятся, она, наверное, уже не амалогированная, ни на какую лицензию, но городская трасса гораздо, это что-то между Монако и Макао, наверное, и вот в 18-м году Формулы и Renault я там выступал, поэтому большинство из вас не знают, если не знаете, загуглите, там, наверное, видос с трассы есть, или даже в симуляторе можете попробовать, там, вот это Корс, это какой-нибудь, там, для всех доступно, можете скачать бесплатно, проехать по трассе, городская трасса, очень классно, ну и в целом городские трассы мне очень нравятся. На этом все, прошу любителей пиццы на носами не ругать меня сильно в комментариях, подписывайтесь на канал Сэмпэрэйсинг, ставьте лайки, а также подписывайтесь на мой твич-канал Алекс Моллер, там вы можете задать у меня лично вопрос, который интересует именно вас. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok